Банкир ТВ Вначале о главных экономических новостях. В экономическом календаре среды в центре внимания рынка окажется решение Банка Канады по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне 0,5%. Другими весьма важными показателями станут публикация ноябрьских изменений числа занятых в частном секторе экономики США от агентства ADP, а также выступление председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. Выйдет основной индекс потребительских цен и индекс цен производителей в еврозоне. В Великобритании индекс деловой активности для строительного сектора и ноябрьский индекс цен на жилье. В США опубликуют изменения уровня производительности и себестоимости труда за третий квартал, а также экономический обзор ФРС по регионам США «Бежевая книга». Кроме того, в США выйдет индекс ипотечного кредитования за ноябрь, производственный индекс АСМ Нью-Йорка и данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Курс валютной пары евро-доллар на протяжении азиатской и на старте европейской торговых сессий продолжает коррекцию после роста на торгах 1 декабря. Достижение уровня сопротивления 1,0635 стало той точкой, от которой большинством участников рынка было принято решение о завершении роста в рамках среднесрочного горизонтального тренда. Текущее снижение, вероятно, достигло своего уровня поддержки 1,0605, и в ближайшее время мы увидим возврат к уровню сопротивления 1,0635. Дальнейшая динамика будет зависеть от значения индекса потребительских цен Евросоюза, публикация которого запланирована на 13.00 по московскому времени. Публикация индекса выше ожидаемого значения спровоцирует преодоление достигнутого сопротивления и дальнейший рост к максимальному значению предыдущей торговой недели 1,0690. С другой стороны, снижение потребительских цен в Европейском Союзе приведет к продажам единой валюты и снижению к уровню поддержки 1,0575. Стоимость британского фунта по отношению к доллару США после разнонаправленного движения на протяжении предыдущей торговой сессии продолжает находиться в зоне относительной неопределенности. На данный момент ни продавцы, ни покупатели валюты Соединенного Королевства явно не могут принять решение относительно открытия позиций. И, скорее всего, мы не увидим высокой динамики до публикации в 12.30 по московскому времени индекса деловой активности в строительном секторе в Великобритании. Если активность менеджеров по закупкам в строительной отрасли превзойдет ожидания аналитиков, целью роста курса станет уровень сопротивления 1,5130, который весьма вероятно ограничит позитивное влияние данной новости в ожидании макроэкономических данных с Запада Атлантики. Уровнем поддержки является значение 1,5050 и локальный минимум, достигнутый на торгах в последний день осени – 1,5 доллара за единицу британской валюты. В преддверии напряженной американской торговой сессии утренние торги начались довольно спокойно. Котировки золота демонстрируют нисходящий тренд от отметки 1070 долларов США за унцию. Первая половина дня в отсутствии значительных экономических новостей продемонстрирует нам движение цен вниз к отметке 1066 долларов. Этот уровень является значительной линией поддержки. Здесь пересекаются 50 и 100-дневные скользящие средние. От этого уровня возможен коррекционный разворот вверх. Не исключено, что до полудня котировка драгоценного металла сможет вернуться на уровень 1069 долларов 40 центов, где расположилась дневная линия сопротивления. Начало торговли серебром продемонстрировало незначительное снижение цен на металл. Стартовав с отметки 14,21 доллара за время азиатской сессии, серебро потеряло в цене 5 центов на унции. Протестировав на прочность линию поддержки, которая совпадает сегодня со 100-дневной средней для часового графика, котировка откорректировалась вверх. До полудня мы ожидаем увидеть боковое смещение цен в довольно узком диапазоне 14,16 долларов, 14,20 долларов за унцию. Возможно, этот коридор несколько расширится вверх до отметки 14,26 долларов. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.